Я должен сказать, что может быть моя лекция будет не столь уж новой. На самом деле я попытаюсь рассказать о довольно длинном процессе исследования весьма запутанной истории, связанной с возможностью применения сравнительной мифологии, то есть сравнения, в частности, мифов о сотворении мира и обустройстве мира у разных народов Евразии и Северной Америки к древнейшим этапам этнической истории, к решению проблем вопросов происхождения древних народов и языков, населяющих территории Северной Евразии и Северной Америки. Ну и вот двумя основными такими моментами, о которых я буду говорить, точнее основным моментом, конечно, будет мифология, поскольку генетика — это не моя область, но генетика, которая вторглась в нашу научную жизнь и практику в последние десятилетия очень активно, она и здесь сыграла свою роль, в частности, в том, что я смог вернуться к этой теме. И доклад мой отчасти, лекция моя будет отчасти посвящена в том числе и научному процессу, то есть тому, как приходилось мне исследовать эти проблемы, какие встречались трудности и как эти трудности разрешались. Две картинки, которые вы видите здесь на экране, они не случайны. Справа, точнее слева у вас это герба Венкийского округа, это ныряющая птица, которая выносит из вод мирового первичного океана Землю, то есть тот самый миф, о котором мы будем в основном говорить. Ну, нарисована она на фоне традиционного Венкийского шаманского бубна, ну а справа это, как вы сами понимаете, схема клетки, ядра и хромосомы и ДНК человека. Вот как сочетаются эти две вещи, мы сейчас попробуем посмотреть, и в том числе, как эти две вещи сказались и в моей научной работе на протяжении десятилетий. Первая тема, о которой буду говорить, это миф о ныряне из-за земли в Северной Евразии и Северной Америке. Тему я начал разрабатывать эту, наверное, еще очень давно, в середине 80-х годов, ей были посвящены мои первые научные работы. Собственно, речь идет вот о таком сюжете, почему-то не все помещается, но ладно, что делать. Сюжет этот, в данном случае я привожу пример из великолепного собрания выдающегося, без сомнения, великого лингвиста и этнолога, и фольклориста венгерского Берната Мункачи, из его собрания мансийского фольклора. Миф в кратком переводе с мансийского, записанный им, мы еще вернемся к этому человеку, к его трудам, он неоднократно тут проявит себя в нашем обзоре. Здесь это важно еще и в том смысле, что наша наука, наука древней истории, предыстории, сравнительно историческое языкознание мифологии, она не знает, на мой взгляд, временного прогресса. То есть работы ученых конца 19-го, начала 20-го века часто бывают гораздо более полезны и продуктивны, и интересны, чем работы большинства современных наших коллег. Собственно, миф состоит, вот вы можете прочитать, правда, у меня там вздвиг произошел небольшой, но ничего страшного, я думаю, понятно, о чем идет речь. Речь идет о том, что мир был сотворен в начале творения, когда не было ничего посреди первичных вод, птицей, которая нырнула на дно мирового океана и вынесла маленький кусочек земли, из этого маленького кусочка земля и выросла в конечном счете. Миф этот, в данном случае перед нами мансийская версия, к ней мы тоже еще, если успеем, то вернемся. Миф этот широко распространен в Северной Евразии и встречается в разных вариантах. Иногда ныряет за землей две птицы, иногда ныряет одна птица, иногда ныряет бог или, наоборот, его противник, сатана, превращающийся в птицу. Иногда просто ныряет тот же самый сатана, но уже в антропоморфном облике, но приносит землю во рту, что странно, если бы он имел антропоморфный облик. Возможно, это след птичьего сюжета, когда птица приносит все это в клюве. Ну и, наконец, есть сюжеты, где просто сатана ныряет и приносит в пригоршни землю. И вот, когда я начал заниматься этими сюжетами, я долго размышлял над тем, какую тут можно построить типологию, ну или, может быть, не только типологию, но и, по возможности, хронологию. То есть, какие из этих сюжетов, ясно, что мифы эти, наверное, связаны друг с другом, но какие из них кажутся более архаичными, какие менее, какие могут быть результатом относительно позднего развития. И, в конечном счете, пришел к выводу о том, что наиболее архаичные сюжеты, а наиболее архаичные, на мой взгляд, являются те, в которых отсутствует образ творца как такового, и творение мифа, творение земли происходит спонтанно, то есть, вообще ничего не говорится о боге, о творце, а просто вот посреди вод ныряет птичка и приносит землю. Ну, наверное, этот сюжет свидетельствует об отсутствии влияния великих мировых религий, и можно его рассматривать как наиболее старый. И вот именно в этих самых старых сюжетах разных народов Евразии я обнаружил такую интересную закономерность. В этих мифах часто противостоят две птички. Птицы, видовое определение этих птиц может быть разным. Ну, я их условно назвал гагарами и утками, хотя вот здесь вы видите гагары две, краснозобую и полярную, а из уток вы видите гоголь, крахаль, тут это, по-моему, Широкановска, что ли, а это еще и даже поганка красношейная, совсем даже не утка, а особый род, ну, даже семейство, по-моему, поганковое. Но, тем не менее, вот есть такое противостояние. Гагара ныряет первой, не может принести землю, а потом ныряет вот какая-то из этих более мелких птиц, чаще всего хуже ныряющих, чем гагара, утки гораздо хуже плавают под водой, гагары невеликолепные пловцы, они вообще по суше-то ходить не могут, у них ноги так вот выгнуты и живут на воде, в принципе. И землю приносит. И вот этот парадоксальный результат мифа, когда слабая птичка, по сравнению в соревновании с более сильной, выигрывает при творении мира, мне показалось любопытным, потому что я считаю, что в такого рода текстах, фольклорных текстах, мифологических текстах, именно наличие подобных странностей, оно может приводить исследователя к возможности дальнейшей интерпретации. Когда все процессы происходят естественным образом, всегда можно объяснить тем, что люди наблюдали, как птички ныряют, копошатся над ней, выносят землю, и все прекрасно. А когда получается так, что на дно первичного океана, до которого доплыть было невозможно, и во многих мифах это всячески подчеркивается, все-таки достигла его слабая птица, а сильная не смогла, это странность, которая должна иметь какое-то объяснение, неестественное, неприродное объяснение, возможно, объяснение, лежащее в идеологии, в мифологии людей, которые этот миф когда-то придумали. Вот этот сюжет о двух птицах, противостоящих, я назвал сокращенно мифы ныряющей птицы 2, ну или сокращенно МНП 2, и предварительно предположил, что из такого сюжета вполне естественным образом может вырастать упрощение, то есть когда теряются вот эти противопоставления утки и гагары, когда этот сюжет кажется неестественным людям, и они считают, что нырнула одна птица, да и принесла, то есть просто упрощение мифа, его я назвал вариантом МНП 1, то есть одна ныряющая птичка. Ну а затем уже на базе того или иного более древнего, более архаичного МНП 2 и более сложного, или более простого МНП 1, может образовываться сюжет, когда птица замещается творцом, богом или сатаной, в зависимости от того, какой сюжет самого мифа, и, соответственно, возникает антропоморфный ныряльщик, или теоморфный, как угодно его называете, то есть предстоящий в виде человекоподобного существа, или просто бога и сатаны, которые не описываются, но подразумеваются, что они подобны человеку. И вот такая общая линия развития была предложена, и затем разные варианты этого сюжета были положены на карту. Карта Евразии, вот эта, интересно, здесь интересный, наиболее интерес, представляют те сюжеты, которые вот у меня обведены красным цветом. То есть вот, вот этот сюжет, черный квадратик, ну вот такие вот черные квадратики, они, это классический миф с двумя ныряющими птицами, о котором я только что рассказывал, а вот этот сюжет такой полосатенький, он, это сюжет, в котором уже бог и сатана, но бог и сатана превращаются в разных птиц, и сатана превращается в птицу типа гагара, и не может достать, а потом бог птица в виде утки достает. Ну то есть то же самое, только с наложением идеи, ну вот, возможно, заимствованной из больших религий типа христианства. И вот если мы посмотрим на эту карту, где сюжеты я разместил, большие квадратики означают, что сюжетов больше зафиксировано, а одиначные означают то, что их там один, то мы увидим, что, да что ж такое, как-то он наоборот реагирует у меня, то ареалы распространения наиболее архаичных вот этих черных квадратиков или полосатых квадратиков, они весьма ограничены, они не везде встречаются на карте, а, например, вот у нас есть, так, это все как-то очень мне уже перестает, нравится, что делать. Есть, во-первых, Западная Сибирь, где преимущественно народы самодийских, на самодийских языках говорящие ненцы, энцинга, насаны, селькупы, и на угорских языках говорящие ханты и манси, вот мансийский мифи вам показывал, а также тунгусы, западные венки, ну и из тюрков здесь это северо-западные якуты или долганы. Дальше второй такой ареал, это северо-европейские, восточные Европы, где мы встречаем носителями этих сюжетов пермян, в основном народы коми, удмурты, немножко есть у марийцев подобные сюжеты, и у северных русских очень архаичные сюжеты есть. Дальше еще один ареал встречается на северо-востоке Сибири, на Колыме, где мифы северных якутов, оленеводов, и юкагирский сюжет, очень архаичный, очень интересный, не похожий на все остальные, но тоже напоминающий МНП-2. То есть здесь у нас вот в основном юкагиры. И, наконец, полоса от Южного Урала, от Башкирии, до Алтая-Саянской горной страны, населенная сегодня преимущественно тюркоязычными народами. Там тоже появляются такие сюжеты, но чаще всего в более модифицированной форме. То есть мы видим, что картография отчасти подтверждает идею о том, что МНП-2, то есть миф с двумя птичками, он не случайно возник, он имеет какой-то определенный ареал. В основном это вот этот вот западно-сибирский ареал распространения. И привязан к определенным языковым группам, которые имеют, понятное дело, общую историю. Более того, если мы сделаем некоторое снятие, то есть нам известно, что, скажем, под северными русскими лежит, безусловно, местное финно-угорское, финно-пермское население. И, скорее всего, то, что обстоятельства, что этот миф зафиксирован именно у северных русских, в отличие от южных русских, украинцев, белорусов и болгар и так далее, свидетельствует о том, что этот миф мог быть заимствован от этого местного финно-пермского населения. То есть, собственно, мы можем тут предположить именно финно-пермян, финно-угров, как основных изначальных носителей. То же самое можно сказать и относительно, например, территории Южной Сибири. Здесь у нас явно угорский пласт присутствует древний, а здесь явно присутствует древний самодийский. То есть, мы можем сделать снятие и оставить здесь угофи самодийцев вместо тюрок. Ну и, наконец, якуты, понятное дело, что это бывшие тунгусы, то есть те же самые овенки и овены. В результате, если мы такое примитивнейшее снятие делаем, которое, в общем, понятно и естественно, то мы обнаруживаем, что миф этот распространен у народов преимущественно двух языковых семей, точнее, двух языковой семьи, одной языковой группы, а именно у уральских народов, которые у меня красным цветом обозначены, и у тунгусов, преимущественно у венков тогда, как я думал. Ну а также есть он и у тунгуса маньчжурских народов Дальнего Востока. Кстати говоря, забегая вперед, немножко скажу, что эта карта оказалась вполне верной, и вся дальнейшая теория подтверждается дальнейшими изысканиями в области мифологии. Я не успел внести эту правку сюда, но могу сказать сегодня, что вот здесь, у селькупов, живущих сегодня здесь, вот в Междуречии Аби и Енисея, предполагалось наличие тоже такой черненького квадратика, МНП-2, но тогда у меня не было этого мифа. То же самое предполагаю относительно эвенов, которые живут вот здесь, что у них тоже должен быть довольно архаичный миф, но тогда у меня этого мифа не было. Сегодня у меня эти мифы есть, они обнаружены, они найдены в литературе или записаны, вот эвенский миф, по-видимому, недавно совсем записан, и таким образом карта, она усиливается, ее, так сказать, ценности, ее позиции подкрепляются дальнейшими изысканиями. Такова картина в Северной Евразии. Итак, уральцы и тунгусы. Прародина уральских народов сам в общем виде, может быть, помещена отсюда в Западную Сибирь, между, ну так грубо говоря, в Западную Сибирь и Урал, между Камой и Енисеем. Прародина тунгусских народов, как бы мы ее не помещали, она где-то от Байкала до Срединного течения Амура, вот на этих территориях должна находиться. То есть, в общем, эти две древние общности, где-то 5-7 тысяч лет назад, должны были контактировать друг с другом, они действительно контактировали, есть в языках следы этого контакта и так далее. И интересно то, что в Палеолите Сибири, именно на стыке вот этих двух групп, мы обнаружим интересный памятник, палеолитическую стоянку Мальта на Енисеи, в которой обнаруживаются очень интересные произведения древнего искусства, и в частности, можно восстановить для культуры этих палеолитических охотников, правда, уже скорее не на мамонта, а на северного оленя, наличие культа водоплавающих птиц. Вот такие изображения птичек, которые мы видим здесь, во множестве найденные в Мальте и Бурете, они удивительным образом напоминают изображение птиц на костюмах сибирских шаманов, уже вплоть до современности доживших, стоит только разница, что тут это мамонтовая кость, а у сибирских шаманов это железо в современности. То есть, опять-таки, археология нам здесь показывает, что, наверное, не случайно вот это и территориальная привязка, и привязка к этим двум этническим общностям. Такова карта Евразии. То есть, предварительный анализ показывает, что да, действительно, вот такое предположение о том, что первичным был мист с двумя птицами, а потом из него развелись более простые варианты, оказывается верным. Однако миф этот есть и в Северной Америке. И в Северной Америке, ну, естественно, имею в виду коренное население Америки, миф этот представлен в совершенно других вариантах, хотя есть и похожие на МНП-2, есть варианты, где ныряют птицы, и в конечном счете одна приносит, но в целом там ныряльчики могут быть разные. Там может нырять черепаха, могут нырять звери, могут нырять птицы. И, в частности, очень популярен и широко распространен в Америке миф с нырянием вот этих трех персонажей. Ну, не знаю, видно вам хорошо или нет. Кто это такие? Кто-нибудь может распознать животных нарисованных? Тут андатра, в серединке кто? Это выдра, а там, соответственно, бобр, да? Вот бобра, выдра и андатра ныряют по очереди, и точно так же бобра не может принести, выдра не может принести, андатра последнее приносит. Андатра самая маленькая из них, самая слабая. В общем, ну, по части ныряния я не знаю, кто лучше ныряет, бобра или андатра, но вот выдра-то явно лучше их плавает под водой. Опять-таки возникает тот же мотив, то есть успех маленького и слабого ныряльщика. Только здесь он выражен в более общей форме. Точно так же в других сюжетах могут нырять те же самые, например, и в конце концов птичка, или черепашка маленькая приносит землю. То есть самый слабый ныряльщик оказывается успешным. Вполне такой интересный мотив, который распространен во многих мифологических традициях мира, когда сила какого-то деятеля, бога ли или какого-то мифологического существа, или героя, зависит не от его физической силы, а от некой его силы особенной, не физической. И этим и объясняется успех слабого ныряльщика. Причем в Северной Америке у индейцев есть сюжеты, где прямо говорится о том, что андатра обладала особым свойством, особой силой. Именно это и позволило принести землю. То есть это даже эксплицитно выражается. Вот такой сюжет я назвал... Да, если мы посмотрим на Евразию, то, собственно, тут то же самое. Успех маленького ныряльщика, слабого, только выражен уже в более конкретизированной форме в противостоянии двух видов птиц. Такой сюжет общий я назвал МНП-0. То есть когда ныряльщики могут быть самые разные, но главная идея состоит в том, что выныривает первым самый слабый и достает землю. И предположил, что МНП-0 реализуется в Евразии в виде МНП-2, то есть уже в виде птичьих вот этих двух ныряльщиков. Ну и из обоих этих сюжетов могут вырастать МНП-1 в разных вариантах, где ныряет одно существо. Понятное дело, что упрощение могло происходить где угодно. Как выглядит карта Америки с распространением этого же самого сюжета? Ну, во-первых, что первое, что бросается в глаза, это отсутствие практически этого сюжета южнее территории США, во-первых, да и на территории США, на территории, скажем, юго-запада США, южных равнин, юго-востока США. Практически эти мифы отсутствуют. То есть этот миф имеет довольно северное распространение в Северной Америке, что может косвенно свидетельствовать о его довольно позднем приходе из Азии. То есть он не распространился южнее. Надеюсь, вы знаете, что человек пришел в Америку оттуда. Таким образом Америка заселялась. Соответственно, то, что до юга не дошло, то, наверное, пришло позднее в Америку. Какие сюжеты мы находим здесь? Ну, во-первых, мы находим ареалы с ныряющей птицей. Вот в основном два ареала с ныряющей птицей можно найти, где часто бывает много птиц, правда там нет деления на уток и кагара, просто ныряют, 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 штук девять, и в конце концов самая маленькая последняя приносит. Это Калифорния и это центральная и северная прерия. В лингвистическом смысле это группа пенути калифорнийских и в основном сиу, но и частично западные алгонкины. Дальше еще один сюжет, еще где птицы встречаются, один ареал, это побережье Северной Калифорнии, большой бассейн, немножко даже северо-западной побережья. Здесь мы имеем селиши, вакаши, ну и тех же самых, может быть, частично алгонкинов и пенути. Следующий ареал очень важный, это ареал ныряющего зверя. Вот он дает нам ареал Великих озер, это алгонкинские группы, и далеко уходит на северо-запад, вплоть до Аляски, видимо, заимствован от алгонкинов, но здесь носителями этого сюжета являются Атапаски. Еще одна лингвистическая группа. Ну и, наконец, есть два небольших ареала, Южная Калифорния, преимущественно центральная, и к югу от Великих озер, где главным ныряльщиком является черепаха. Черепаха в Евразии появляется два раза, но там можно предполагать индийское, буддийское влияние. В индийской мифологии черепаха нередко держит землю, и, в общем, понятно, что у каких-нибудь бурят, например, вполне естественное возникновение подобного сюжета. А здесь, конечно, буддизма не было, и ныряние черепахи очень яркие, интересные сюжеты. Носители мих являются те же пенути и иракезы, живущие к югу от Великих озер. Если, опять-таки, мы сделаем при элементарной снятии этнических групп, тут получается их гораздо больше, то мы увидим, что это народы алганкино-ритванской языковой семьи, пардон, и, значит, алганкино-ритванской языковой семьи, пенути калифорнийский и сиу-иракезской языковой семьи. То есть, в общем, три большие языковые семьи американских индейцев, которые сегодня лингвисты в состоянии выделить. Там, правда, очень плохо с выделением языковых семей, вообще со сравнительно историческим языкознанием. Но, тем не менее, что-то все-таки есть. И, соответственно, вот, опять-таки, мы видим то, что сюжеты распространены пучками и связаны с определенными этноязыковыми группами. То есть, распространение их, очевидно, не случайно. В целом, можно выстроить вот такую модель развития, эволюции мифа о нырянии за землей. То есть, первоначальным является МНП нулевое, где ныряют разные нырялщики, и успех достигает самый слабый. Потом можно реконструировать промежуточную стадию, которая отразилась в юкагирском мифе, где еще не выражено ярко противостояние утки и гагары, но уже начинается его формирование. И, наконец, вот МНП-2, который характерен, собственно, для уральцев и тунгусов, который мы встречаем в Евразии архаичными вот этими двумя птичками. То есть, соответственно, здесь у нас будет Америка, здесь у нас будет Восточная Сибирь, здесь у нас будет Западная Сибирь, ну и Восточная Европа и все остальное. Интересный вопрос, почему и как произошла эволюция, произошла конкретизация вот этого сюжета. Почему раньше просто побеждал слабенький ныряльщик, а сейчас начинает побеждать именно утка в соревновании с именно гагарой. Я предполагаю, что связано это с тем, что у носителей Урала и кагирского проязыка происходило формирование специфической картины мира, то есть представление об устройстве мира, в которой эти птицы играли особую роль. Картина мира вот на этом рисуночке, ну, он, конечно, такой модернизированный, понятное дело, у уральцев в пятом тысячелетии до нашей эры не было, бабушек в платочках, это рисовал удмуртский художник, соответственно, он тут немножко принес такую удмуртскую специфику. Но, тем не менее, что такое был миф, мир, в котором жили древние уральцы в пятом тысячелетии до нашей эры, жившие где-то в Западной Сибири и в Зауралье. Мир делился у них не по вертикали, как нам, может быть, более привычно, внизу у нас там мир мертвых какой-нибудь ад, а наверху мир богов какой-нибудь рая, мы тут посерединке. А мир у них делился относительно реки. Река эта течет сверху, с небесных земель, где живут боги, дарующие жизнь, где озеро живой воды, где растет светлое дерево береза, откуда идет солнце, тепло и так далее. Это юг, то есть небо и юг, это одно и то же. Река течет по земле, где живут люди, и в конце концов впадает на севере в холодное море, где находится мир мертвых, где владыка мертвого царства, границу охраняет собака, ну и так далее. Параллельно этой реке на небе существует отражение этой реки, в виде млечного пути, а в некоторых сюжетах еще эта река может быть еще где-то под землей обратно, то есть как бы перевернутый мир подземный существует. Ну, самое интересное, это вот такая ассоциация. Верхний мир это юг, нижний мир это север. То есть у них там деление мира было не вертикальным, как мы говорим, горизонтальным, вдоль реки. И в этой системе вот эти две группы птиц, одну из которых, да, и тут еще интересно то, что вот этот самый Млечный путь, который называется в уральских традициях путем полета гусей, или путем полета перелетных птиц просто, потому что вот эти самые перелетные птицы, типа гусей, лебедей, уток, это вестники от богов, это существа, приносящие весну, существа, приносящие тепло и свет из верхнего мира в наш серединный мир, и именно по этому пути они и прилетают в мир. Так вот это название Млечного пути, путь перелетных птиц или путь гусей, путь уток, путь лебедей, он встречается вот таким интересным образом в Евразии. Это забегая вперед, опять-таки скажу, карта, взятая мною из работ уже моего, так сказать, коллеги и в какой-то степени, может быть, человека, развивающего мои старые идеи, Юрия, Березкина из Петербурга, о нем еще буду говорить. Вот Млечный путь, как дорога перелетных птиц в Евразии, это в основном уральские народы, также у тюркских народов это есть, у народов Дальнего Востока, и интересно, что подобное мы находим в Америке, как раз там, где распространены мифы на реанее вот этих самых зверей, у лганкинов и уракезов в районе Великих озер. То есть, опять-таки, эта система вновь нам дает те же самые связки между Америкой и Евразией. Так в этой системе птицы типа утки, то есть, тут я объединяю всех, лебеди, утки, поганки, гуси, они являются светлыми небесными существами, несущими жизнь в этот мир. А птицы типа гагары, они живут на границе Нижнего и Среднего миров, они близки к Нижнему миру, они вообще такие амбивалентные, то есть, они и туда, и сюда могут работать, могут и на человека, шаману там помогать, скажем, в путешествии в Нижний мир, а могут быть и просто зловещими, недобрыми птицами. Соответственно, и объясняется, почему в соревновании с принесением земли побеждает вот птичка этой категории, потому что именно она обладает божественным даром и способна сотворить землю. От нее приходит живая земля, жизнь и все остальное, а не от гагары, которая находится где-то там в Нижнем мире, и которая не способна ничего такого создать. То есть, вот причина, почему произошла конкретизация МНП-0 с любыми ныряльщиками и любым количеством ныряльщиков в МНП-2 с двумя противостоящими такими птичками. То есть, миф эволюционировал в процессе образования подобной картины мира, которая сложилась, по-видимому, уральского пронарода в пятом тысячелетии до нашей эры на его прародине в Западной Сибири. И там же и возник этот соответствующий сюжет МНП-2. В результате всех этих изысканий появляется возможность выстроить временную и географическую такую схему распространения интересующего нас сюжета, который вот в виде такого мультика я здесь представлю. 20-25 тысяч лет назад из Сибири он проникает в Америку. Самое раннее, может быть, позже. В Америке, начиная сначала на Аляску, потом в Америке распространяется уральская прародина, распространение в Восточной Сибири, расселение уральцев 5-2 тысячи лет назад в Восточной Европе, позднее распространение тюрков и угров на Запад, вплоть до Балкана, и потом возвращение с Балкан этого мифа с русской народно-христианской традицией, уже в переработанном виде, где вместо птиц представлены Бог и Сатана, назад и влияние этой народно-христианской традиции на народы вплоть до Якутов. Вот такая, в целом, схема может быть построена и предложена в связи с распространением этого мифа. Понятное дело, что таким образом мы получаем возможность использовать мифологию, сравнение космогонических сюжетов для того, чтобы проиллюстрировать древние языковые процессы, процессы расселения людей-носителей разных языков, причем мы примерно представляем, к каким языковым группам они должны были относиться, контактов их древних. И таким образом мы получаем дополнительный инструмент для проникновения в глубокое прошлое человечества наряду с лингвистикой, археологией, физической антропологией и так далее. Ну вот, собственно говоря, эту гипотезу я постарался обосновать в своих ранних работах, и, в общем-то, она нашла отклик у многих исследователей, и мне тоже казалось достаточно обоснованной, хотя всегда вставал один вечный вопрос. Возможность все-таки существования фактора случайности. Все-таки подобный сюжет, ныряние за землей птички и внесение из земли, мыслимо себе представить, как люди могли его придумать, как такое могло родиться в мифологии людей. Ну, каждую весну уточки прилетают, начинают плавать, нырять, земля освобождается из-под разлива. Собственно говоря, такое поэтическое переосмысление этих процессов и рождение земли вполне могло привести разные народы в разных местах земли к одинаковым выводам. Однако, вот та схема и то вписывание этого сюжета в картину мира, которая реконструируется на массе других фактов, все-таки заставляло меня говорить о том, что здесь не случайность. И то обстоятельство, что сюжет этот связан с определенными языковыми группами, заставляло меня говорить, что это тоже не случайность. Но, тем не менее, я должен сказать, что где-то с середины 90-х годов я решил, что пока у меня нет новых данных и нет никаких новых способов далее обосновать и доказать окипотезу, тему эту лучше оставить. То есть я как бы сказал, сохранил, спас свою душу, и все. И дальше, господа хорошие, смотрите и думайте сами. Потому что исключить фактор случайности, положа руку на сердце, я все-таки не мог. У меня не было точного математического доказательства моей правоты. Доказательства эти стали набираться постепенно. Во-первых, в ходе расширения базы исследований. Я уже сказал, что к сегодняшнему дню я вот эти карты могу дополнить новыми значками. Они появились в результате публикации архивных материалов или появления новых полевых записей. И значки эти дают именно тот тип мифа, именно в том месте и у того народа, у которого я ранее предполагал существование подобного сюжета. Ну вот такая предикция научная, предсказительная сила гипотезы, это один из таких очень мощных критериев справедливости научной гипотезы. Кроме того, накапливались материалы и параллельные. Ну вот я сам попытался расширить фактологическую базу и продолжить студии, связанные с исследованием космогонических или этногонических мифов народов Евразии. И вот эта картинка, я ее просто скопировал с наброска, на клетчатой бумаге он был сделан 93-го года, вот это, собственно говоря, карандашиком набросан и набросок, где я попытался использовать несколько сюжетов, распространенных в Евразии, построить такую картинку их взаимоотношения. Ну вот, значит, миф о ныряющей птице, миф о мировом яйце, это сюжет, где мир создается из яйца, снесенного птицей, то есть тип створения другой, птичка не ныряет, не выносит, а птичка сносит яйцо, из нее не только земля, но и там звезды, солнце, и много чего еще возникает. Следующий интересный сюжет, это миф о деве-лебеде, это этногонический миф, повествующий о происхождении определенной этнической группы, от, ну там, сюжет очень конкретный, лебеди слетаются к озеру, охотник сидит в кустах, он видит, как лебеди скидывают с себя шкуры и начинают купаться в озере в виде красивых девушек. Одежду одной из них он похищает, и все, если улетают, она остается, становится его женой волшебной. Ну дальше развиваться события могут по-разному, это сказочный сюжет, очень популярный у народов Евразии, поэтому распространился он очень широко, но тем не менее он тоже распространен ограниченно, и во многих традициях эта лебединая дева является прародительницей именно данного народа или данной родовой группы, что немаловажно. Плюс к тому миф этот распространен очень парадоксально, например, он есть у эскимосов, это общий эскимосский сюжет от Гренландии до Чукотки, он известен у всех эскимосских групп. Само по себе наличие такого мифа у эскимосов это полный нонсенс, потому что эскимосы никогда не купаются, раздевшись, они вообще не купаются и не моются, там это невозможно сделать, там холодно, и соответственно, ну нет, сегодня конечно моются, если кто-то оттуда происходит, не обижайтесь, все понятно, но тогдашние условия жизни были такими, что люди в воду не лазили, они плавать не умели, а сюжет о том, что пришли девушки на озеро и начинают купаться, однозначно свидетельствует о каком-то пришлом характере этого сюжета, то есть опять-таки, но при этом он общий эскимосский, это очень древний, эскимосы до Гренландии дошли где-то вот примерно тогда же, когда туда шли с запада викинги, ну где-то к концу первого тысячелетия нашей эры, а свой путь с Чукотки они начали где-то в середине, может быть, первого тысячелетия до нашей эры, и вот у всех групп этот сюжет известен. Наконец еще мифы, это цикл ворона, это мифы о вороне, иногда он творец мира, иногда творец земли, в любом случае он трикстер, то есть такой мошенник, жулик, который иногда может совершать какие-то нехорошие дела, иногда наоборот хорошие, скажем, злые духи украли солнце, он влез в утробу этой самой злодейки, как сказать, злой духицы, и она его родила у себя в жилище, и он стал капризничать, просить себе солнца, ему дали от солнца поиграть, и он с этим солнцем вылетел, обратно вернул его на небо. То есть такой вот интересный очень персонаж, очень ограниченное распространение имеют эти сюжеты, они распространены у нас на северо-востоке Сибири, на Чукотке, Камчатке, и в Америке, на Аляске, и на северо-западном побережье. Ну и наконец очень интересный сюжет, и вот все это, что там, это все утки-лебеди, а тут ворон, а есть еще сюжеты о вороне и лебеде, которые, два в основном сюжета, один сюжет это о том, почему ворон и лебедь поссорились, или ворон и гуси иногда, они начали красить друг друга, ворон красиво покрасил там гуся-лебеди белым цветом, носик ему покрасил еще чего-нибудь, там лапки, а гуся облил ворона черной краской, ворон очень, раньше он был белый всегда, ворон очень обиделся, и с тех пор они вот не дружат. И второй сюжет такого же рода, это о браке, ворона и гусыни, или ворона и лебеди. То есть ворон женился на гусыни, гуси полетели, допустим, перелетные птицы на юг, через океан, ворон, он хорошо летает, но так долго лететь, как гуси не может, устал, вынужден был опуститься на какую-то там палку, торчащую из вод океана, после этого он, я уж извиняюсь, испражнился, из этого испражнения возникла, собственно, Аляска, например, то есть он сотворил землю таким образом. Замечательный абсолютно сюжет, о браке ворона и лебедя. Ну и вот, если мы посмотрим, это все в пространстве Евразии поместим, то вот что у нас получается. Во-первых, группы я их тут просто обвел, вот у нас тут финно-угры, финно-пермяне точнее, здесь угры и самодейцы, здесь юкагиры, здесь какая-то одна группа индейцев, тут другая группа индейцев, но индейцы очень разные в Америке, естественно. Вот тунгусы, маньчжуры, вот монголы, вот тюрки, то есть алтайские народы у нас вот тут. Здесь у нас эскимосы, элеуты, чукчи, чукотско-камчатская семья тут, индоевропейцы в целом, тут специально бартославяне, ну и прибалтийские финны отдельно. Ну и вот ареалы. Значит, миф о ныряющей птице, миф о яйце, миф о деве лебеди, вороний цикл и сюжеты с браком или взаимной раскраской ворона и лебедя. То есть действительно мы вот так вот раскидав эти группы на пространстве Евразии, можем видеть, что по эти сюжеты они имеют разное распространение, но образуют некую общую структуру. И, что характерно, там, где мы можем предположить контакт, там появляются, у этих групп появляются как раз сюжеты о контакте, соответственно, героев лебеди или гусыни и ворона. Ну и вот тут пора уже сказать о Юрии Евгеньиче Березкине. Юрий Евгеньевич, мой хороший коллега, он первоначально занимался, он живет в Питере, работает в Кунсткамере, жив здоров, слава Богу, дай ему долгих лет жизни. И первоначально он был археологом, занимался археологией Южной Америки, у него прекрасные есть книги о истории древнего Перу, всячески рекомендую. А сейчас он занимается уже много лет созданием каталога мифологических мотивов народов мира. Вот его адрес в интернете, то есть всем вам, кто интересуется мифологическими мотивами, разными мифами о сотворении мира, о чем угодно, о народах мира, рекомендую обращаться. Более полного каталога в мире не существует, он открыт, абсолютно не надо никакой ни регистрации, ничего, можете спокойно пользоваться каталогами. Вот это карты, построенные им, ну они, правда, им уже много лет, наверное, сегодня их можно дополнить, но тем не менее. Это у нас, значит, о раскраске взаимных животных. Вот такая же двое животных встречаются, раскрашивают друг друга, да, сюжеты. При этом синий цвет – это разные животные, а красный цвет – это специально птицы. Ну, тут еще, может быть, не так это все очевидно. А вот если мы сделаем отдельно, когда, что там у нас, да, один из них, одна из этих птиц – это ворон или ворона, ну вы знаете, ворона и ворону не только русские путают, во многих языках и в многих традициях эти птицы, они как-то соотносятся друг с другом, то мы вот видим вот этот вот ареал, вот тут вот у нас мифы о вороне, собственно, распространены, и вот по всему, и, может быть, они отсюда пришли, по всему этому побережью Тихоокеанскому и дальше в Арктикуну со скемосами и эллиотами, очевидно, этот миф проник. Но этот миф, может быть, не так интересен в взаимной раскраске, а вот миф о браке ворона и лебедя – вот это просто показательнейшая вещь. Красный цвет – это где ворон женится на гусыне или на лебеди, здесь это где партнером брачным ворона является какая-то другая птица, там сова, может быть, или еще кто угодно. А цикл мифов о вороне повторял тут распространен. А вот эти зелененькие пятнышки – это зеркальные мифы. Там рассказывается о том, как гусь или лебедь женились на, как сказать, женском роде, ворон, я не знаю, на воронице, да, короче говоря, то есть не на вороне, другая птица, а на самке ворона. Вот, то есть прямо противоположная традиция, именно здесь у нас вот эти все лебединые и утиные сюжеты распространены, и здесь как бы ворон чужак. На ней женились, жену приводят к себе в дом, а там, наоборот, лебедь и гусь чужак. Вот этот сюжет, он просто феноменально подтвердил правоту того моего набросочка. Ну и еще раз повторяю, я не случайно здесь именно эти карты поместил, потому что всячески рекомендую тем, кто интересуется, обращаться к работам Юрия Евгеньевича Березкина. Великолепная абсолютно работа, и статьи его, и самое главное, его бессмертный каталог. Я думаю, он останется на сотни лет. Второе расширение базы, опять-таки, если мы возьмем вот эту же самую схему, пришло неожиданно из антропологии. Здесь идея связана с работами тоже моего хорошего коллеги Александра Григорьевича Козинцева, нашего великолепного антрополога, тоже из Петербурга. Я, когда говорю о антропологии, я имею в виду науку о физическом строении человека в исторической динамике, а не эту странную современную, принесенную из Америки дисциплину, которая непонятно что изучает. Это рассоведение, грубо говоря, физическая антропология. Козинцев разработал интересную методику анализа швов черепа у разных этнических групп. Я обнаружил, что швы на черепе пролегают по-разному у представителей разных расовых групп. И распространены эти самые вариации тоже с определенной привязкой к определенным территориям, возможно, даже к определенным древним общинствам. И вот, имея в виду вот эту мою схему, которая там наверху, сравним это со схемой из работ Козинцева. Это тоже моя перерисовка, уже на миллиметровке, просто взятая из его работы. Здесь это все сделано математическими методами, у них там процент вычисляется этих самых швов, тут уже ничего не сделаешь, либо этот шов есть, либо его нет. И, соответственно, статистика дается. Так вот, вы здесь видите, вот финно-пермские народы, угросомодийцы и укагиры у меня, и вот, соответственно, финно-пермские народы, угросомодийцы и укагиры на пространстве, антропологическом пространстве Козинцева. Следующая группа – это балтославяне и вообще все остальные индоевропейцы. Следующая группа – это тунгусы-маньжуры и тюрки, тюрки и монголы, по-моему, вместе. Соответственно, тунгусы-маньжуры и тюрки и монголы, ну и у меня там. Дальше – эскалиуты и чукотско-камчатская языковая семья. Схемы эти были нарисованы абсолютно независимо. Вот эту схему я нарисовал раньше, чем познакомился с работой Козинцева, когда я увидел его. Вот эту схему получу на абсолютно независимом материале, то есть швы черепа и мифы, какая между ними, может быть, казалось бы, связь. Я поразился их схождением. Ну, для меня это все было такими маленькими реперными значками в пользу того, что все-таки правильной была моя реконструкция, и, в общем, можно идти дальше по этому пути и развивать ее. Ну и, наконец, в жизнь нашу, как я уже сказал, вторглась эта самая генетика. Ну, кто знает, тот знает. Значит, генетики первоначально, сейчас у них уже более изощренные способы изучения прошлого человечества, но самым распространенным до сих пор и самым популярным является и самым показательным является исследование тех образцов ДНК, которые содержатся в митохондрии, они у человека наследуются от матери, поскольку яйцеклетка от матери приходит к новорожденному, а ядерное ДНК не от обоих родителей. Ну и плюс к тому, если наследование по матери можно по митохондриальным ДНК отследить, то есть какой там тип ДНК был у моей матери, у матери, ее матери и так далее, то наследование по отцу можно отследить по одной из хромосом человеческих. Одна из хромосом у примерно половины человечества неполноценная, то есть большинство хромосом имеет вид буквы Х, а у половины человечества она имеет вот такой вот недоделанный вид, буквы Y, такие вот генетические уроды, это мужчины. И, соответственно, если родился человек мужчиной, то у него в игре хромосомия генетический материал от отца. Ну и вот мы имеем возможность отследить наследование по матери, по митохондриальной ДНК, то есть вот у любых людей есть мать, соответственно, мы знаем, кто она была по генетике, затем ее мать, мать ее матери, ну и так далее, мы отслеживаем наследование по материнской линии. Аналогичным образом можем отследить наследование по отцовской линии, но только для мужчин. Дорогие девушки, не обижайтесь, у вас хромосомы в порядке, у вас такого нет. Поэтому ваших отцов, к сожалению, генетически определить пока вроде бы как не получается. Но для мужчин можно отследить наследование по игре хромосомии. Вот, значит, у него есть отец, у него был отец и так далее. Нас сейчас интересует игра хромосома, потому что она нам дает более четкие линии, ну в силу того, что просто не все человечество учитывается, все меньше и меньше народу, не у всех ведь бывает мужское потомство. Соответственно, например, в Америке господствует одна игра хромосома, называемая Ку, они все называются латинскими буквами. То есть, это такое впечатление, что 90% американских индейцев произошли от одного мужчины. Но этого быть не может. Просто одному мужчине из тех, кто пришли в Америку, повезло так, что у него всегда было мужское потомство. Ну там за 12 тысяч лет вот так получилось. Ну вот, что же мы видим? Вот составляются такие карты распространения игрохромосомных гаплотипов. Это вот по мужской линии наследования. Ну вот, собственно, Америка, вы видите, да, вот эта самая игрохромосома Ку, она просто тотально господствует. Вот. Генетики рисуют и схемы, как эти самые гаплотипы разной вариации генетические могли распространяться в мире. Схемы эти весьма условные. Сразу хочу предостеречь вас, если вы будете заниматься предысторией, используя генетические данные. Генетики сегодня очень агрессивно внедряют свои данные, распространяют их в мире, и берутся решать все проблемы этнической истории, предыстории человечества. Это все фантазии. На самом деле у них нет хорошего способа датирования, времени мутации. Я дальше буду приводить даты. Ну, они есть, никуда не денешься, они пытаются датировать. Но, тем не менее, датировки, они гораздо менее точны, чем датировки лингвистические, не говоря уже о датировках, например, археологических. Ну, а что касается вот этих линий, которые они рисуют, то они, в принципе, ну, много раз я говорил с хорошими генетиками по поводу этих линий, и никаких внятных ответов относительно методики их рисования я не получил. Нет у них этих методик. Они, в общем-то, базируются на том, как сегодня распространены эти соответствующие гаплогруппы, но этих сегодняшних распространений не значит, что они таким образом распространялись 10 тысяч лет назад. Нас здесь интересуют две игрохромосомные гаплогруппы. Первая из них это N, она называется, вот она здесь вот у меня выделена. И вторая из них это C. Вот она выделена желтым цветом. Вот они две дают нам очень интересную корреляцию с распространением мифов о ныряльщике. Гаплогруппы N, ну, там они дальше членятся на более мелкие подразделения. Вот мы можем посмотреть на карты. Карта распространения вот одной из вариаций гаплогруппы N. Ну, вот раньше называлась N2, сейчас называлась N1B. Сейчас там, по-моему, опять какую-то новую номенклатуру придумывают. Возраст ее более 6 тысяч лет назад. Вот мы видим, она, собственно... Ой-ой-ой, опять не туда нажал. Да что ж ты будешь делать? Как жить? Она, как мы видим, распространена от Центральной Сибири, Северной, от Таймыра до, почти до Прибалтики. То есть она очень четко связана с уралоязычными популяциями, с винноуграми, с самодейцами. Вот теми, кто живут в Западной Сибири и на севере Восточной Европы. И время ее распространения более 6 тысяч лет назад достаточно хорошо коррелирует со временем распада уральской языковой семьи. То есть, ну, очень интересный вариант, возможно, действительно свидетельствующего и генетическом каком-то родстве, какой-то части говорящих на уральских языках людей. Второй вариант... Да, именно здесь мы находим архаичные мифы класса МНП-2. Второй вариант этой же гаплогруппы N, это N1C. Она расписана шире, но она имеет несколько полюсов Евразии. Это полюс западно-сибирско-уральский и полюс восточно-сибирский. То есть, опять-таки, это связано, возможно, с уральцами, а здесь с тунгусами и юкагирами. То есть, опять-таки, это коррелирует с теми народами, у которых был распространен миф о нырении за землей в самых его архаичных вариантах в виде МНП-2. Ну и, наконец, гаплогруппа C. Она нам дает центральную Восточную Азию, но, опять-таки, северо-восточную Азию, да и в Западной Сибири она присутствует, и в Предурале она присутствует. И это единственная из гаплогрупп, которая четко представлена и в Северной Америке достаточно хорошо, помимо общеамериканской этой гаплогруппы Q. Возможно, это отражение того, как был притащен туда миф о нырильщике, причем она, заметьте, гораздо, она очень древняя, и вполне могла по времени, может соответствовать времени основного периода заселения Америки человеком раннего. Вот когда случилось это где-то в конце 90-х, начале нулевых годов, на меня просто вышли работники Института общей генетики, коллеги мои, и предложили посчитать вместе корреляцию между распространением архаичных мифов, типа МНП-2, и распространением вот этих определенных гаплогрупп, игрохромосомных в Евразии, мы начали считать, и у нас получалась математическая корреляция. Причем, когда они давали мне список тех сюжетов, мифологем, которые я считаю, вариантов мифа, которые я считаю архаичными или нет, я выбрасывал те, которые, на мой взгляд, мне казались, согласно той моей старой гипотезе, менее архаичными, корреляция усиливалась. То есть совершенно два независимых источника, гены человеческие, которые передаются биологическим путем, и миф космогонический, который передается путем рассказывания, то есть передается путем социального общения, оказались коррелированы друг с другом в распространении. Конечно, корреляция это не полная, она не может быть полной, понятное дело, что мифы и языки не передаются генетически. Но это свидетельствует явно об общих древних исторических процессах, в результате которых мы имеем такое распространение гоплогрупп игрохромосомы и вместе с тем такое распространение вот этих архаичных мифов о сотворении мира. С чем это может быть связано? Как объяснить такое сходство в распространении, казалось бы, ну, совершенно не связанных между собой явлений. А сходство это я опять-таки нашел у Берната Мункачи. Ну, вот эти ареалы С3. Вот цитата из того же его, из его комментария к собранию мансийского фольклора. Он рассказывает, он работал с мансией в конце 19 века, застал еще вполне такую нетронутую культуру, поскольку, в общем-то, разрушение северных сибирских культур началось уже после революции, а в царское время они, в общем, существовали вполне в чистом виде. И что он пишет? Ну, вы сами можете видеть, что это такое. То есть, священные истории, а я недаром там, когда он приводил мансийский текст, я написал, что по-мансийски называется Елпенмойт. Елпенмойт — это как раз священное сказание. Так вот эти священные сказания рассказывались вот таким образом. То есть, их рассказывали не каждый день, их рассказывали по особым случаям. Для того, чтобы начать рассказывать, человек садился за стол, убирал со стола все лишнее, клал на стол фетиши, там какие-то священные предметы данного рода. И самое главное в этом сообщении Мункачи — это то, что когда повествование подходило к определенным важным местам, женщины, которые в традиционной обско-угорской культуре рассматриваются как менее чистые существа, покидали помещение, где шел рассказ. Или, согласно более строгим правилам, они вообще не могли присутствовать при рассказе. Вот именно так рассказывается священная история сотворения мира, МНП-2, с которой он начал свое повествование. То есть, она передавалась от мужчине к мужчине в роду. Только, конечно, не генетически, а вот с помощью таких вот механизмов рассказывания. Если мы экстраполируем это на прошлое, а, собственно говоря, что нам мешает экстраполировать это как угодно глубоко в древность, то мы поймем, почему распространение мужских генетических линий совпадает с распространением определенных мифологических сюжетов. Вот здесь опять подсказка этого действительно великого ученого. Ну вот, таким образом, оказалось, что где-то к, может быть, началу нулевых годов, это моя старая гипотеза, она получила новую жизнь. Сегодня, в общем, мы продолжаем над этими темами работать. В основном, конечно, сегодня Юрий Евгеньевич Березкин работает, который очень сильно увлекся сравнительной мифологией. Но этот способ анализа прошлого и способ опознания предыстории человечества вполне рабочий, его можно использовать. Но использовать надо с осторожностью. Этому посвящена моя последняя часть моей лекции. Это анализ конкретного космогонического мифа. Собственно, я хочу показать, какие сложности ждут любого человека, который хочет заниматься сравнительной мифологией. Да и не только сравнительной мифологией, а фольклористикой вообще. Мифологией вообще, изучением традиционных культур вообще. Вот я начал с мансийского мифа, со священной историей о сотворении Земли. Так она и называется. Об установлении Земли священное сказание. Краткое его изложение здесь вы видите. Записал его Бернат Мункачи. Я вам сказал о том, что этот вот вариант МНП-2, две ныряющие птицы, Гагара не принесла, Паганка, которую я отношу к классу, так принесла Землю. Она выросла, все прекрасно. Я говорил о том, что эти мифы часто выглядят как архаичные. В них отсутствует идея Творца, идея высшего божества. Оно как бы не участвует в творении мира. А в более простых, где одна птичка ныряет, или там просто Сатанаил ныряет, там мы, как правило, имеем уже Бога, очень похожего чаще всего на христианского, в некоторых традициях на мусульманского Бога. Ну, собственно говоря, разницы между ними, как мы знаем, особой нет. Соответственно, я считаю, что этот сюжет более архаичный. Почему я думаю, что в этом мифе нет Бога, и почему тут творение спонтанно? То есть вот зададимся таким вопросом. Происходит ли творение спонтанно или под руководством Бога Творца? Сам сюжет, ну, казалось бы, не содержит Бога Творца, просто Гагару вот шум с неба, и они слетают. Ну, тут и всякое может быть. Например, в Деяниях апостолов, когда они сидели там, собравшись вместе, тоже раздался шум с неба и огонь с небес, и на них снизошел Святой Дух. Тоже непонятно, собственно говоря, откуда он взялся. Обратимся к мансийскому тексту. Вот это место с неба слетает, по-мансийски с неба будет звучать вот таким образом. Нумль торм нель. Золотая железная Гагара вниз пришла. Вот это самое нумль торм нель. Это падежная форма, ну, нель, это падеж, а падежная форма от нуми торм. Выражение нуми торм по-мансийски может означать, буквально означает, верхнее небо или верхний мир. Но в то же время это и имя Верховного Бога, который заправляет всеми делами в мансийской мифологии. И, соответственно, эту фразу можно переводить с верхнего неба железная Гагара вниз пришла или от нумиторума, то есть от самого божества железная Гагара вниз пришла. То есть что мы можем сразу сказать? Мы можем сказать, что традиции на самом деле все равно. Вот она не задается вопросом, был там творец или его там не было. Для мансий, которые эту историю рассказывают, фраза с верхнего неба или с верхнего мира и фраза от Верховного Божества означает одно и то же. Но все-таки, может быть, у нас есть какая-то подсказка от Бога или просто с верхнего мира. И можно задаться вопросом, а кто такие эти старики-старуха? Вот просто это люди живущие или это какие-то особые существа, ведь они отжили на этой самой болотной кочке еще до сотворения мира, они похожи на богов. Они нигде в этом мифе не называются, они называются вот именно такой вот формулой «Ойк-эхэкваэх» по-мансийски, «Старики-старуха в паре» и все, никаких других имен у них нет. Но тем не менее мы можем почитать дальше сюжет, и мы увидим там такое вот место, что когда земля выросла, там, кстати, интересный сюжет о том, как они выпускали ворона, который мерил землю, очень похожий на библейский сюжет о Ное, который выпускал голубя. Трудно сказать, до сих пор не могу ответить на вопрос, влияние это библейской традиции или библейской традиции мансийской, многие другие, это сюжет распространенный в Евразии, в Америке, кстати, особенно, все-таки отражают какой-то древний исток. По-видимому, все-таки общий древний исток, потому что американские мифы с измерением земли не очень похожи на библейские, вряд ли они заимствованы от европейцев. Ну, как бы то ни было, у них родился сын, в конце концов. Истаик дает сыну имя. Вот это первое имя, которое появляется, оно у старика и старухи имен нет. Тарих, печь, нима, ля, сау. Слова, имя очень сложное, потому что большинство слов в этом имени имеют несколько значений. Вот только печь, бедро имеют одно значение, а вот тарих может означать журавль, а может означать сосну. Ну, вот, амонимы, одинаково звучат слова в мансийском языке. Что такое нималя, вообще неизвестно, а вот сау, тут вообще значений может быть куча. Может быть шкура, может быть звезда созвездия, может быть песня, но песня такая, не священная. А может быть просто суффикс уменьшительный, ну, чик типа русского, да. А что такое нималя, вообще непонятно. Нет в словарях, у Мункачи есть огромный словарь мансийского языка и другие словари есть. Это слово не встречается в словарях. Как зовут на самом деле этого персонажа, сына старика и старухи? Ну, Мункачи, для того, чтобы объяснить вот это странное место, Нима-Лясов, нашел в хантыйском языке, в юганском диалекте. Хантыйский и мансийский, они родственные, ну, примерно так же, как татарский и чувашский. То есть они родственные, но они мало похожи. Или как русский литовский. Он нашел в хантыйском языке похожее слово. Нима-Лясов, лыжный подбой. То, что такое лыжный подбой, может быть не все знают. Лыжи бывают подбитые и неподбитые. Неподбитые лыжи голятся, их используют весной и осенью, когда наст крепкий. А подбитые, они подбиты мехом, и на них ездят уже по снегу, чтобы назад лыжа не скользила. Они какой-нибудь подбитый, скажем, бобровый мех часто используют для этой цели. Он мешает откатывать назад. Так вот, лыжный подбой, это самая шкура, которая подбивает нижнюю поверхность лыжи и называется таким образом на юганском диалекте хантыйского языка. И Монкачи предположил, что, ну, вот, может быть, это такое же слово. И, соответственно, он перевел вот таким образом имя этого персонажа. Журавлиного бедра, лыжный подбой. Что это такое, вообще, очень непонятно. Да, то есть, что имеется в виду? Ну, то ли, может быть, из журавлиных шкурок когда-то делали подкладку для лыжи. Ну, маловероятно, птичьи шкурки, они очень непрочные. Вряд ли они туда годятся. Ну, тем не менее, сам Монкачи, естественно, сказал, что вот все, что могу, и выдал такой комментарий. Больше у него никаких версий не было. Все-таки, если подумать, то вряд ли, наверное, у нас тут прямое хантыйское заимствование будет, и само имя ничего нам не объясняет, можно поискать другие варианты. Есть профинно-угорская реконструкция, которая реконструируется в профинно-угорском, то есть в общем языке предки хантыйского, мансийского, удмуртского, финского, венгерского языков, вот в виде нёмала, заяц, ну и ближайшие территориальные, это коми язвинская, это коми, которые живут на реке Язве на востоке современной Пермской области, очень близко к обским уграм, нимал, заяц. В мансийском языке это слово не зафиксировано, но в то же время часто так бывает, что в мифологических текстах или в именах героев иногда сохраняются старые лексики и сохраняются так называемые хапоксы. Хапокс это слово, которое встречается единственный раз в этом источнике, больше нигде нет. Так бывает. Если предположить, что это самое Нимоля, это отражение профинно-угорского нёмала, заяц, или может быть заимствование из коми языка, нёмал, заяц, заимствование из коми языка в мансийском языке очень много, то тогда мы получаем такую вот картинку, и тогда мы можем выбирать вот эти значения, а именно детарах, где у меня, детарах мы можем выбрать журавль, бедро, как это сделал Мункач, и дальше заяц, ну а здесь, соответственно, просто суффикс уменьшительный, то есть зайчик или зайчонок. И получаем, следовательно, вот такую форму, тарах, печь, немалясал, что означает зайчонок с журавлиными бёдрами. Ну, уже интересней, да, всё-таки зайчонок, сына назвать зайчонком можно. Что такое журавлиные бёдра и зачем? У журавля ноги длинные, он, и заяц с длинными ногами бегает хорошо. Это просто нормальный эпитет. Вообще, эти языки хантыйский, мансийский, не очень любят вот всякие такие сложные эпитеты и нагромождения эпитетов по три, по четыре, да, и это вполне в духе фольклорных текстов на мансийском языке вот такое имя дать. Но, здесь важно что? Важно, что он зайчонок. А заяц, так же, как, кстати, иногда и журавль, это атрибуты одного очень четко определенного персонажа мансийской хантыйской традиции. В мансийской традиции он называется мирсусный хум. За миром наблюдающий человек. Он изображается в виде человека, ездящего на крылатом коне по небесам и защищающим рот человеческий от злых сил. И, обычно его эпитет это заяц, а иногда он называется гусем, а иногда журавлем. То есть, зайчонок, журавлиными бедрами это абсолютно точно мирсусный хум с его способностью быстро передвигаться и с его вот этим прозвищем зайчонок, который он носил в детстве, согласно другим мифам. А тогда старики и старуха это родители мирсусный хума, а родители мирсусный хума это Нумиторум, верховный бог и жена его Калтащеква, богиня плодородия. То есть, что получается? Получается, что на кочке-то болотной жили родители мирсусный хума, верховное божество Нумиторум и жена его Калтащеква. И с небес они от Нумиторума, Нумиторум он тут на кочке был. Прилетела железная Гагара, то есть, творение спонтанно. Вот подобный анализ необходим, чтобы сделать такое простое заключение относительно архаичности или неархаичности данного мифа. Ну, на этом я могу сегодня завершить и перейти к вопросам, будя не появится. Это очень любимое мною место из хантыйского сказания о богине реки Казым, Казым-Ими, которая вот говорит так. Мне кажется, что в любом научном исследовании всегда полезно заканчивать подобным образом. Субтитры создавал DimaTorzok